Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сейчас в регионе Валенсия, и в Дене, и в частности, где мы сейчас находимся, идет неделя фаесов. Это праздник такой. Праздник, наверное, в чем-то схожий с нашими поводами зимы, потому что как в России сжигают чучела соломенные, так здесь сжигают фигуры эти самые фаесов. Праздник длится по меньшей мере неделю. Активные такие мероприятия проходят, а начинается все аж за полтора месяца до сегодняшнего времени. Испанцы любят очень праздновать, любят веселиться, и при этом они, как дети, очень любят все взрывать. Поэтому вот те взрывы, которые сейчас вы слышите, это народ развлекается бабахая петардами. И у меня за спиной сейчас выстраиваются вот в этом скверике специалистами здоровенные петарды, которые тоже будут бабахать и взрываться. Нам разрешили туда пройти, мы сейчас пройдем и немножечко там снимем. Пойдем. А потом посмотрим фигуру фаесов. Пойдем. Внимание, экстренное сообщение. Не беспокойтесь, ничего страшного. По промокоду врезка вы также получите свои 15% скидки. Но сегодня, 15 апреля, Самура запускает супер-акцию. По промокоду СУПЕР вы получите скидку на все ножи Самура. 20%. Если вы хотели купить рептил и при этом сэкономить, пользуйтесь. Сколько будет действовать акция, я не знаю. Вот мы подошли поближе и смотрите, здесь мешками с песком обложены вот эти вот трубки. Оттуда будут вылетать громкие ракеты и все будет взрываться. А вот здесь, если вы присмотритесь, наверное, сможете увидеть ряды вывешены. Вот эти подвески, они тоже будут бабахать и взрываться. Здесь все будет в дыму. Еще ближе подойти, к сожалению, нельзя, потому что это опасно. И нас туда не пропускают. Весь город из-за этих самых файсов, этих фигур, которые я сейчас вам покажу, перекрыт. Пройти невозможно, проехать невозможно. И народ, кстати, уже веселится. И многие закладывают заворотник. Я надеюсь, мы тоже что-нибудь заложим. Пойдем. Итак, вот у меня за спиной эти самые фигуры файсов. Первоначально, как говорит легенда, по крайней мере, речь была о том, что в течение всей зимы у себя в своих столярных мастерских работали, у них скапливалась целая куча опилок. Они, это дело, собирали весь этот мусор. И потом нужно было спалить. И вот они сжигали все это дело, изготавливая фигуры. Потом, конечно, эти самые фигуры стали делать уже из деревяшек, а не из всяких там опилок. А сейчас все дело собирается из дерева и пенопласта. Поэтому, когда их сжигают, а сжигать их будут завтра, идет целая куча черного, вонючего дыма. Все, естественно, это очень пожароопасно. Поэтому здесь огораживают весь город пожарный. Здесь ставят пожарные машины. Все это со взрывами. Сжигание происходит ночью. И вот такие вот фигуры стоят здесь буквально на каждом перекрестке. Между этими фигурами, между командами, которые их создавали, проводятся конкурсы, выбирают самую лучшую композицию. Как правило, эти фигуры делают, отвечая на какие-то политические и яркие события года. Создавая, так сказать, намеки. То есть, это все на злобу дня идет. Все, а сейчас пойдем смотреть другие фигуры. Отправляемся. Я надеюсь, вы что-то услышите сейчас. Слышите, какой грохот стоит. Вот эти вот шумы и испанцы, они неразделимы. Итак, у меня за спиной другая фигура файер. Не фигура, а комплекс фигур. Так вот, проходит конкурс между этими самыми изготовителями этих фигур. Самая лучшая большинство голосов выбранная композиция отправляется в музей до следующего года. Все остальные сжигаются. Команды, которые собирают эти самые фигуры, из года год одни и те же. Они, естественно, принимаются от других людей. Они примерно за полгода до мероприятия собираются вместе. Каждая команда в своем кабачке, обычно кабачек для своих, начинает обсуждать то, что делают, предлагать, что-то изготавливать. Это большой праздник. Сюда приезжают люди, в том числе и из Америки. Например, в прошлом году приезжала дочка моего товарища, я вам показывал ролик на канале, для участия в этих мероприятиях. Люди, все эти самые команды FIRE, ходят в национальных костюмах, девушки вот в этих платьях, я вам только что показывал. Мужики тоже в жилетках очень красочных. Все это длится примерно неделю, все это мероприятие. Испанцы праздновать любят и умеют это делать. Сейчас все столики заполнены кафешек людьми выпивающими. Пьяных я здесь не встречал, признаться честно. Очень хочется причаститься. Если нам сейчас удастся где-то сесть, то мы попробуем с вами хамон и сыр. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кончики. Жутко вредная штука. Достаточно одной. Раз в пять лет, чтобы сказать, я больше этого не хочу. Ешьте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, одну статую сожгли, вторая там уже догорает, сейчас там третью пойдут жечь. Вот такой праздник. И в завершение, тот обещанный хамон, я вам сейчас покажу, как он нарезался этот хамон. Это хамон биота, то есть хамон, который сделали из свиньи, которая питалась с желудями. Я вам уже про хамон рассказывал в одном ролике, но его мало кто посмотрел, поэтому сейчас решил совместить и сказать. Значит, смотрите, какая фишка. Хамон, переводится в испанском, это значит просто окорок. Окорок, причем даже не обязательно именно свиной. Например, хамон де пава, это корочок индейки. Куриная корочка, это хамонита. Хамоны продаются в Испании как сыры, просто тупо сыры, я вот заказал недавно, буду готовить. Так вареные, как окорок воронежский, это хамон кассида и хамон крудо, сыра, вернее, да, сушеный. И вот эти вот сухие хамоны, сыровяленые, бывают как откормленные просто фуражом, ячменем, это хамон себа, и желудями, желудевый хамон. Многие застанно сомневаются, что есть в этом разница, но я хочу вам такой пример привести. Как есть разные сорта яблок, которые по вкусу отличаются, также есть разные сорта свиней, которые тоже по вкусу отличаются значительно. Так вот, свиньи, которые отказываются желудями, как правило в Испании, это специальная иберийская порода, иберийская свинья с черным копытом. Сама свинья тоже черная. Их выращивают на пастбищах в горах, места там немного, они на вольном выпусе. У них водопой в одном месте, а дубы, пробковый дуб, в другом месте. Им постоянно нужно бегать с места на место. То есть побежали, наели желудей, побежали, попили водички. Свиньи спортивные, слой сала у них снаружи небольшой, а мясо с прожилками небольшими для этого сала. И вот этот вот хамон набиета, то есть хамон, сделанный из свиней, откормленных желудями, очень вкусный, он очень насыщенный и сильного вкуса. Ну и даже среди таких пород есть бодеги с свинофермой, так скажем, да, где делаются совершенно потрясающие хамоны. И есть такси бешни. В нашем регионе, вот в регионе Валенсия, есть неплохие хамоны, но это ничего особенного. Самые дорогие, наверное, какие можно там найти в магазине и купить, это 50, может быть, 70, может быть, 100 евро за ногу. Вот. А если туда, в сторону Барселоны отправиться, там есть бодеги с совершенно потрясающими хамонами. Вот в голову приходят хасэлита, хамон и синька хотос. Пять хото, да, как пять звезд, получается. Вот это совершенно потрясающий хамон. Там свиньи, кроме как под желудями, еще откармливают и дикой яблоней. И вкус получается совершенно потрясающий. Там цена за одну ногу 500 евро и даже 2300 евро может быть. Хамон вообще едят вот по маленькому кусочку, так же, как вы, может быть, соленую рыбу едите. В обду ту же самую. То есть это не на бутерброды валить кусочек. Поэтому, вот меня часто спрашивают, что нужно попробовать в Испании и что нужно отсюда привезти. Попробовать нужно вот этот очень дорогой хамон. Ну, вы не разоритесь. Если вы возьмете там 50 граммов этого хамона, чтобы попробовать, вам хватит почувствовать вкус. Запомните, хасэлита и синька хотос. Это классная штука. И пахнет очень классно. И хамон нельзя есть холодным. Он должен быть температурой 24-26 градусов. 18, самый нижний. Иначе вкус его не раскроется. Он будет очень тонко было нарезанным. И такая же штука сыра манчега. Вот, тоже покажу. Сыр манчега. Это очень насыщенный сыр с резким вкусом, достаточно сухой. Его тоже нельзя есть из холодильника. Это будет черт что и сбок хвостик. Это будет невкусно. Короче, если вы живете в Испании, идите в специальное заведение. Вот как мы сейчас находимся в заведении, где при вас нарежут хамон. Попробуйте, насладитесь. Тогда вы поймете, в чем фишка этого хамона. И поймете, может быть, испанцев. На этом позвольте завершить этот экскурс в историю. Спасибо за компанию. Я надеюсь, вам понравился праздник ФАЭС. Вы спадите еще много других праздников. Приезжайте, наслажайтесь, составляйте мне компанию. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»